Добрый вечер! Рады Вас снова видеть в нашей студии, прошло уже два с лишним месяца, тоже и с Рождеством Христом, и с Крещением Господним, поздравляем с наступившим Новым годом, который, надеюсь, будет немножко радостнее, полегче, чем прошлый. Ну, конечно, у нас сейчас, во-первых, этот год, он, как и каждый год, с праздников начинается, поэтому, может, еще и поэтому полегче, плюс такая погода приятная, настоящая русская зима, которая, вспоминаешь ее из своего детства, вот именно такие, раньше были зимы. Хотя недолго продлится, говорят, уже потепление идет. Ну, тоже хорошо. Ну, 2020 год стал для нас таким серьезным испытанием, да, изменил наш привычный ритм жизни, заставил нас по новому взглянуть и на весь мир, и на свою жизнь, и на жизни близких. И прежде чем двигаться нам дальше в правильном направлении, необходимо, наверное, подвести какие-то итоги, какие мы ошибки совершили, и что с этим нам делать дальше? Ну, действительно, мы все, как бы, так вот внутренне напряженно провели прошедший год, и это напряжение, оно, собственно, сейчас особо не спадает, да, все мы чувствуем вот эту вот беду, вот эту вот болезненную ситуацию во всем мире, и в том числе и среди наших близких, родственников, прихожан, постоянно мне просят, там, помолитесь о том, помолитесь об этом, или о упокоении уже помолитесь, бывают и такие смски грустные приходят. Конечно же, внесла коррективы болезнь в нашу жизнь, и что самое такое удивительное, она привнесла памятование о смерти в каждую семью, в каждый дом, в каждую квартиру, вне зависимости от социального положения, от статуса или от каких-то других, ну, человеческих, так сказать, различий. И это, с одной стороны, ну, для неверующих, наверное, людей, это привносит в какую-то печаль, уныние, а для верующих это, собственно, именно так и должно быть. То есть мы все, читая наставления святых отцов, апостолов, и евангельские тексты, мы везде читаем одну простую фразу, что пусть будет памятование о смерти у вас постоянным, ищите Царство Небесное, остальное все приложится, и все будет хорошо, если вы будете идти ко Господу, если вы будете вспоминать, что, собственно, наша жизнь в этом мире, она временна. Ведь почему мы допускаем такое количество ошибок или грехов, или каких-то вещей, которые в дальнейшем сами же раскаиваемся в этом, и думаем, зачем же мы это делали. Только потому, что в эти моменты мы забываем об истинной жизни, о истинном смысле того, что мы здесь должны делать. И, конечно же, здесь вот тот опыт евангельский, тот пример, который нам Господь Иисус Христос показал своим крещением, рождением, хождением с апостолами, творением чудес, и в том числе самопожертвованием, распятием на кресте и своим воскресением, этот образ, он теперь ближе стал нам, потому что мы тоже помним, что и мы смертные, что мы не вот в суете своей погрязли, а в том числе и помним, что вот смерть, она может в любой момент прийти от той или иной болезни, от того или иного случая. И в этом есть плюс. Ну и, конечно же, очень, наверное, печально, если люди неверующие, им очень печально, потому что у них нет вот этого твёрдого упования на Бога, нету веры, нету каких-то радостных моментов, связанных с сегодняшними событиями. А радость у нас, у верующих, в том, что мы совершенно чётко понимаем, что волосы на главе вашей сочтены, и ни один из них не упадёт без воли Божьей. Поэтому надо вспоминать об этом почаще, и на душе будет спокойно и радостно. Господь говорит, в чём застану, в том и сужу. Сам момент смерти очень важен. Вот такой вопрос, касаемый смерти. Почему мы по-разному относимся к факту смерти? Допустим, возьмём две одинаковые, казалось бы, смерти, приведшие к одному концу. Например, возьмём падение с 9 или с 25 этажа. Но в одном случае человек в пьяном угаре выпал из окна, выпрыгнул. В втором случае, например, ребёнок повис, молодой человек полез его спасать, сам ребёнка спас, но не удержался и выпал из окна. Две одинаковые смерти вроде, падение с какого-то этажа. Но почему мы по-разному относимся к одной смерти? В первом случае мы даже, скажем, ну, может быть, даже осудим, потому что, ну, вроде как сам виноват, да? А в втором случае будет считаться геройством. Есть то, что важнее жизни и смерти? Ну, безусловно, эти две смерти, которые мы сейчас условно рассматриваем, они разные. Потому что в первом случае это смерть по своему духовному нерадению, немощи, такой вот греховный. А во втором случае это подвиг, это самопожертвование, это любовь к тому младенцу, ребёнку, который мог погибнуть, но с помощью вот этого самопожертвования он был спасён. И, конечно же, это по-разному оценивается в глазах Божьих. И здесь сразу же вспоминается фраза из Евангелия, нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Здесь, безусловно, разные совершенно отношения к этим двум смертям. Ну и, естественно, в контексте этого вопроса это не касается какого-то подвига всё время. Мы должны всегда и во всём следовать закону любви. Ведь заповеди, всего две Божьих заповеди. Возлюби Бога всеми силами своими, да, и разумом, и сердцем, и душой. То есть всё, что у человека есть, всё должно любить Господа, потому что всё, собственно, это и дано Господом нам. И вторая заповедь – возлюби ближнего. То есть Господь говорит, что ты можешь ко мне приблизиться, я есть любовь, и ты приблизишься ко мне, станешь подобным мне, если тоже будешь любить. А надо вспомнить, что мы созданы по образу Божию. И если этот образ, который в нас заложен, не имеет подобия, то, конечно же, мы не выполняем функции заложенных в нас. И поэтому мы не будем счастливы. Но это всё равно, что любое творение Божие взять, вырвать из той среды, для которой он предназначен, рыбу из воды, птицу из атмосферы, из воздуха, если каких-то других животных или растений вырвать из того, для чего они предназначены, они не будут, естественно, нормально себя чувствовать. По-нашему не будут счастливы. Вот тот же самый человек, вырванный из атмосферы любви, живущий только для себя, он не будет счастлив. У него будет постоянная внутренняя неудовлетворённость. И в конце жизни, что самое страшное, перед смертью, человеку даже вспомнить нечего будет. Зачем он прожил всё это? С какой целью эта жизнь прошла? А вспомнить-то особо и нечего. Только какие-то свои, удовлетворение своих каких-то потребностей, и не всегда хороших, а в большей части греховных, естественно, от этого только ещё горшина душа становится. Поэтому закон любви, его надо помнить и обязательно привносить в свою душу. Потому что он выполняется только усилиями. Вот греховные всякие моменты наклонности, они исполняются просто расслабься, и всё, и ты будешь только грешить. А всё, что хорошее, доброе, вечное, связанное с любовью к ближнему и к Господу, оно совершается только через усилия. Царство Небесное нудится. Принуждать себя надо, да, нудится. Это так и есть, это фраза из Евангелия. Поэтому здесь мы сами для себя должны понять, что не будем себя принуждать, не будем счастливы. Ну, вообще, наверное, каждому человеку полезно представить на какой-то момент, что он доживает свои последние дни, свой последний месяц. Неизвестно, завтра или послезавтра даст ответ судьи за свою жизнь. Вот этот момент нужно, наверное, каждому проживать. Как он будет жить? Может быть, примириться с кем-то? Ведь всё, что мы с собой возьмём... Ну, достаточно человеку просто представить, что в той или иной болезни он проведёт последние свои дни, и он уже не выйдет с адра болезни, но вы просто представьте себе, на минуточку себя поставьте в этой ситуации, и сами увидите, как изменится ход ваших мыслей. Вы вспомните сразу же о ком? О своих близких, родственниках. Вы вспомните о чём? О своих долгах. Что, а как же, вот я оставлю вот эти долги неразрешёнными, а кто же их тогда отдаст? А как же мне за их отвечать? А если верующий человек, он тем более понимает, что с этими долгами туда, в тот мир переходить, ну, совсем не хочется. За них придётся держать ответ. О чём вспомнит человек, когда он поставит себя на место вот такого умирающего больного? Он вспомнит, естественно, о том, что он не успел внутри себя, раскаившись, очистить какие-то свои дурные привычки, какие-то свои дурные черты характера не исправил, какие-то, может быть, обещания дал и не выполнил, и прочее, прочее, то, что, собственно, и будет основным на суде Божьем, перед которым, собственно, человек после смерти и предстанет. И тут сразу же вот это всё в комплексе перед глазами приплывает. И об этом все люди, прошедшие через тяжёлые заболевания, они все об этом говорят. А те, которые побывали там в коме, они, тем более вернувшись в этот мир, тем более изменяют свою жизнь, изменяют её коренным образом, если вера всё-таки в них просыпается. Для этого, может быть, как раз такие тяжёлые болезни Господь попускает. Не для того, чтобы нас наказать, а для того, чтобы мы сами, в этой ситуации побывав, ощутив тяжесть вот этой перенесения болезней там в больнице или там в домашних условиях, мы сами пожалели ближних, которые также болеют. Мы сами подумали о том, что время-то у нас то богатство, которым мы разбрасываемся просто, совершенно неразумно теряя его, как песок сквозь пальцы уходит это время, на пустоту, на ненужности. И из этого опыта очень хорошо человеку и легко можно будет прийти на евангельские установки жизни, можно так это сказать. Потому что мы можем идти по одному пути, по тому пути, который нам даёт мир. То есть бери от жизни всё, старайся только для себя, и хватательный рефлекс только в свою сторону. И, опочитав Евангелие, и переосмыслив его через вот эту скорбь, какую-то тесноту, мы совсем по-другому смотрим на жизнь. Полностью переворачивается. Да, мы вот другую точку зрения начинаем приобретать. А для человека, не бывшего в такой ситуации, ему даже донести словами невозможно эту точку зрения. Всё равно, что объяснять человеку, живущему в Африке, что такое снег, или что такое мороз, там, минус 30 градусов, он даже не поймёт, что это такое. Пока он не ощутит, он не сможет это приложить к себе. То же самое и здесь. Поэтому скорби, нужды, тяготы, они нужны нам для того, чтобы мы проснулись и перестроили своё мировоззрение, свою точку зрения, изменили в нужную сторону, в сторону любви, в сторону Божьих заповедей, в сторону Евангелия. Наверное, поэтому, потому что, не задумываясь, и не заканчиваются эти страдания, искушения, потому что всё ещё не закончилось. А ведь есть евангельский пример, когда жители Неневии, Неневии, как правильно ударение сказать? Неневитины. Неневитины. Они же покаялись, должны были исчезнуть, но Господь их помиловал. Таких случаев очень много. В Библии описано, когда после того, как человек раскаивался, ему Господь продлевал жизнь. Вот уже умирающий, будь то царь, или надвигающий себе, на Неневитин, вот всё, они должны были погибнуть. А раскаившись, понёсший труд покаяния, пост и молитву ко Господу, они вдруг ещё продолжали жить спокойной жизнью. Это говорит только о том, что и нам так же надо делать. И вот то, что сейчас происходит с нами, точно так же может быть снято и с нас, нашим же покаянием. Потому что мы предпринимаем, и должны предпринимать то, что мы можем, какие-то лечения, какие-то возможности дезинфекции или ещё чего-то. Но без покаяния они всё равно не действенны. Будут, пока внутренние состояния души не изменятся, всё равно будут какие-то внешние болезненные обстоятельства в нашей жизни пребывать. И лишь после покаяния, после изменения своего образа жизни и мировоззрения это уходит. Это напасть, которая была... была... Ну, вспомните, ведь Моисей пророк водил 40 лет по пустыне, народ израильский, пока не вымерли все неверующие. Понимаете? Пока новое поколение, которое воспитывалось словами Моисея пророка, не уверовало и не вошло в землю обетованную. Сколько продлится наша болезнь, неизвестно. Но то, что она не вечна, конечно же, это однозначно. То есть она уйдёт, но уйдёт тогда, когда мы понесём Господу свои плоды покаяния. Да, и будем ли мы все целые и вместе? Кто-то, да, кто-то не дойдёт до этого. Как и вот среди народа израильского в пустыне тоже многие умерли. Именно те, которые не хотели изменяться, свою точку зрения не хотели менять, они остались в пустыне, умерли, а в землю обетованной вошли только те, которые изменили свою точку зрения. То есть вот здесь явно такая аналогия пересечения с библейскими событиями. Я вот... Если не ограничиваться земной, земным бытием, да, то есть человек, когда не раскаившись, уходит за порог смерти, да, в жизненую, там что-то может изменить? Что, какая участь его ждёт? Ну, если мы всё-таки как верующие начинаем рассуждать, то тогда ещё более страшная участь для нас вырисовывается из этой картины. Дело в том, что после смерти у человека нет возможности покаяться, а значит, измениться, а значит, прийти ко Господу с очищенной душой. То есть человек, умирая здесь, он уже не сможет исправиться там. Господь говорит, в чём застану, в том и сужу. И вот эта вот фраза, она очень страшна. То есть мы должны перед Богом предстать в максимальном, так сказать, достижении духовного идеала. То есть всё, что мы здесь можем достигнуть, всё, что нам заложено, тот потенциал, который нам дан при рождении, те таланты, которые нам Господь даровал совершенно бесплатно, без всего, без каких-то требований, мы должны их развить, а не закопать в землю. Потому что иначе придётся за них держать ответ, для чего мы эти таланты использовали. И вот покаяние это последнее, так сказать, лекарство, можно так сказать, для того, чтобы душа человеческая здесь исцелилась и уже исцелённая пришла в тот мир, где уже лечений нет. Мне вот нравится такое сравнение святых отцов, когда они говорят, что такое ад и рай. Мы-то представляем жарить на сковородках, что-то такое. Но на самом деле, наверное, преподобный Исаак Сирин говорил, что сравнение такое, что ожидает за гранью. Бог есть любовь, и он огнём божественной любви покрывает человека. А человек, который... Ад, этот человек не может ответить на эту любовь, он мучается, как бесы. То есть, они не могут полностью раствориться, полюбить Бога, ответить взаимностью, и они от этого мучаются, как и здесь, например. То есть, человек, если он не полюбил Бога, не любит в храм ходить, то есть, здесь он не может пойти в храм, ему не хочется. А храм, он как прообраз Царства Небесного. И если человек здесь, к моменту своей смерти, получится, не достигнет той меры любви к Богу, то есть, покаяния, примирения с Богом, то что ему делать в Царстве Небесном? Ну, действительно, часто вот такие случаи в моей практике, в практике других священников, есть, когда человек даже в храм войти не может. Ему настолько это не по душе, мягко говоря, настолько его вот внутри храма что-то начинает крутить, что-то он даже объяснить это словами не может, но ему это очень неприятно, что его из храма просто вышвыривает какая-то сила. Мы понимаем, что сила бесовская вышвыривает. А как же он тогда в Царство Небесное попадет? Ведь та благодать, которая присутствует в храме, она в неизмеримой степени больше будет в Царстве Небесном. И Бог есть любовь, Бог есть огонь любви, Бог есть свет любви. И вот как есть люди, которые не любят свет, которые любят в темноте жить и все свои дела как-то, так сказать, покрывать. Почему? Потому что они дела греховные. Вот когда эти люди, привыкшие здесь жить в темноте духовной, они попадают туда, в свет, им очень, мягко говоря, некомфортно. Естественно, это и слепит, и жгёт, и множество других моментов, которые сейчас, даже терминов таких нет у нас, потому что мы всё-таки плотские, и пытаемся плотскими терминами как-то передать ощущение духовной жизни. Это невозможно. Но приблизиться к этому, к пониманию этого, вот эти термины дают возможность хоть как-то, чуть-чуть приблизиться, чтобы понять. Поэтому действительно надо к этому готовиться, действительно здесь надо. И все, без исключения люди, которые начинали ходить в храм, они пересиливали себя, они принуждали себя. Почему? Потому что, с одной стороны, на душе становится легче, но с другой стороны, что-то крутит, что-то не пускает, какие-то обстоятельства. То есть для человека, который не может находиться в храме, это звоночек такой, что с ним что-то не то. Что у него духовное заболевание, скажем так, вот самый понятный термин сегодняшний, что он не может перенести даже здесь благодать Божию, находящуюся в храме земном, и это говорит о том, что у него душа поражена чем-то, что надо лечить духовными лекарствами. Да, избегая мы сами себя наказываем. Часто это даже с младенцами происходит. Вот когда наблюдаешь родителей, приносящих детей, младенчиков, они еще ничего не понимают, они еще ничего не осознают, они просто живут, вот как родители выстраивают их образ жизни, так они и живут. Но вот родители их вносят в храм, они начинают кричать. Они выходят из храма, вот буквально через ступеньку, он затихает, опять заходит в храм, опять начинает кричать. Это уже поражение на уровне вот таком младенческом, даже уровне поражения. Но если этот ребенок постоянно причащается, сначала через крик, через вот это вот не такое очень болезненное состояние, родители, естественно, очень напрягаются, им очень все это душевно, как-то не нравится, но они все равно это перебарывают, то ребенок через какое-то время выздоравливает и уже становится в храме ему хорошо, и никаких криков, ничего. А некоторые дети сразу такие, приходят спокойно и причащаются. Ну и кроме того, человек может вот такую испытывать боль, то есть не может попасть в храм, то есть что-то ему не дает, когда человек не крещеный. И не крещеный, или крещеный, но греховный. Мы в этом плане очень хороший образ имеем Марии Египетской. Она была крещеная, но не воцерковленная и великой грешницей. Была в начале своей жизни, и она в храм войти не могла, ее какая-то сила отбрасывала от храма, и пока она не покаялась, не стала приносить плоды покаяния, она не смогла ни причащаться, ни исповедоваться, ничего. То есть у нее вот это прошло много лет до того момента, как она исцелилась. Но она стала святой. У нас есть звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Батюшка, благословите. Бог благословит. Добрый вечер. Сегодня день памяти пророка Иоанна Претечи. Почему его на иконах изображают с крыльями? Спасибо, Господи. Да, спасибо за вопрос. Действительно, такой актуальный сегодня вопрос памяти Иоанна Претечи. Потому что, ну, второе лицо во время крещения, первое лицо это сам Господь, а второе лицо это тот, кто его крестил в водах Иорданских, пророк Претечи Иоанн. Но почему с крыльями его изображают? Потому что он был ангел во плоти. Он жил здесь еще в теле, но жил уже как ангел. А ангелы, они именно с крыльями изображаются, им присущ этот образ. И его приравнивая к ангельскому образ жизни, его Иоанн Претечу так и изображают на иконочках. И об этом же говорит и текст евангельский. «Посылай ангела моего пред тобою, да уготовит он путь твой среди человеков». То есть почему ангельский образ и в Священном Писании о нем говорит, и мы сами понимаем, что он жил как ангел. Потому что во-первых, он всегда жил в духе истины. То есть он никогда не грешил, не обманывал, он не пил ни вина, ни секера, ничего. Это мы читаем в Евангелии. Во-вторых, он жил по-монашески, можно так сказать, хотя тогда такого понятия монашества еще не было, но его жизнь была истинно монашеской, пустынической жизнью. То есть он жил в пустыне, питался диким медом и акридами, одет был в самую простую одежду, в лосиницу из верблюжьей, шерсти сотканой, это очень колючая одежда, очень болезненно ее носить. Жил, можно сказать, без крыши над головой, то есть он просто в пустыне пребывал круглогодично, и для него выше, чем служение Богу, ничего не было. Это, собственно, и есть ангельский образ. То есть да, он отказался от всех земных утешений каких-либо, да, полностью ради служения Господа. А мы наоборот, и стал самым великим, а мы наоборот свое тело ублажаем всячески, чтобы мягкие одежды нам одевать. Да, да, и идем совсем в обратную сторону. И в другую сторону идем. Абсолютно, на 180 градусов. То есть мы знаем, опять же, из евангельского текста, что нет большего среди рожденных женами, чем Анна Предтеча. То есть это высший из людей, выше него только Богородица, да, и ну как с него не брать примера, хотя бы в чем-то, хотя бы в каких-то моментах сделать его себе таким образом для подражания. Но что показывает жизнь? Нет, мы берем для себя образы совсем другие. К сожалению, эти образы греховные, и они нас уводят совершенно в другую сторону. Аэн Предтеча даже настолько был предан истине и воле Божией, что даже пострадал за истину, ему отрубили голову, потому что он сказал царю Ироду правду, что не надо жить с женою твоего брата. Родной брат, которого Ирод отнял жену, соответственно, Иоанн Предтеча обличил за это и пострадал, ему отрубили голову. Да, и часто на иконах изображается блюдо с головой. И можно даже отличить, иногда издалека не видно, ангел это или пророк Иоанн Предтеча. явно. Это мы опять же читаем Евангелие и глава этот несколько обретений ее было происходило, несколько обретений в течение всего существования православной церкви. И это все исторический факт. Его частички мощей находятся и в сербской церкви, и у нас. Это все не выдумки, это реальный человек. И как раз один из высших людей на земле призывал вас покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное. Это основная его проповедь. И собственно когда он крестил народ израильский, ведь перед тем как пришел к нему Христос, он других крестил, всех призывал к покаянию, то есть когда они входили в воды иорданские, они должны были сказать вслух свои грехи. И он их омывал водою в знак того, что эти грехи с них смыты. Вот сейчас бы крещенские купания, человек заходит в воду. Вот я вот к этому как раз Иванец подводил. И подходит священник из престола, с Евангелем. И вот пока не расскажешь свои грехи из проруби не выпускаем. Вот тут бы наверное покаяние было бы более яркое, искреннее. Потому что действительно у нас на крещение вот этот такой обычай, да, не обряд, обычай уже многовековой мы окунаемся кто? Кому по силам, кто может в проруби для всего мира это совершенно непонятно что мы делаем для даже православных греков или арабов или каких-то других националистей там болгаров, сербов никто так не делает. Это делают только на Руси именно в самое холодное время года. Мы окунаемся в прорубь для чего? Это же проповедь. Мы показываем, что в день когда Господь вошел в воду Иорданский и мы освящаем Иордань и мы тоже входим в воду перебарывая свой страх перед холодом перед там возможностями заболеть или еще какими-то моментами то есть мы показываем этим действием что да это было и мы это проповедуем даже те кто неосознанно это делает но никакие грехи не отпускаются при этом грехи отпустятся только на исповеди почему? потому что сам Господь дал единожды крещение то есть мы должны один раз креститься и это крещение мы проходим кто в детстве кто там в каком-то в осознанном возрасте один раз в жизни и вот тогда смываются грехи все которые были на человеке до момента крещения после крещения единожды который совершается на человеком каждый грех мы омываем только исповедью а прорубь иорданская крещенская прорубь она лишь наша проповедь истинности Евангелия ну вот как раз мы с вами подошли к такому моменту к моему вопросу предваряющему как начать движение к Богу как раз наверное это и есть исповедь движение к Богу когда человек в крещении сначала наверное большинство людей все-таки крещеные ну да я думаю у нас все-таки в стране большинство крещеных но тем не менее некоторые есть и некрещенные и для них прям четко звучит фраза Господа Иисуса Христа в Евангелии в беседе с Никодимом сам Никодим один из князей израильских пришел к нему ночью боялся что его уличат в связях с Христом и поэтому ночью пришел с ним посоветоваться он веровал в него он знал что он действительно спаситель мира мессия но боялся другим это открыть и он спрашивал а вот как же собственно спастись то Господь сказал что тот кто не родится от воды и Духа Святого то есть не крестится Царство Небесное даже не увидит не то что не войдет не увидит и вот с этого начинается спасение человека то есть вот этот праздник крещения он в себе содержит два таких основополагающих понятия это во-первых рождение духовное человека когда он крестится и второе это богооткровение трех лиц Святой Троицы потому что в момент крещения Господь Сын Божий стоял в Ордане на него Дух Святой в виде голубя спустился и в этот же момент с неба раздался голос Отца Небес но сей есть Сын Мой возлюбленный о нем же благоволих его послушайте то есть все три лица Святой Троицы были открыты в этот момент именно в этот праздник поэтому мы к празднику крещения относимся с особым трепетом откровение Святой Троицы это впервые и на всю жизнь для рода человеческого произошло именно в праздник крещения почему кстати называется этот праздник двояко крещение и Богоявление вот Богоявление это как раз о том о чем я сейчас говорил будем считать что первый шаг у всех пройденный крещение да надеюсь ну возвращение к Господу да через исповедь действительно мы по своей немощи и телесной и духовной мы не можем не согрешать единственный человек безгрешный был это человек с большой буквы это Господь Иисус Христос он был Сыном Божиим он был Мессией спасителем рода человеческого и он пришел в этот мир чтобы спасти всех нас и для этого он дал те во-первых заповеди которые мы читаем в Евангелии и вторых таинства которые мы совершаем в течение всей своей жизни ну которые первые там крещения мы один раз совершаем а вот после крещения если мы согрешаем то как же тогда от грехов очиститься ну кто-то говорит ну я буду делать добрые дела и этим очищусь нет добрых дел недостаточно чтобы очистить грех с души мы помним такую фразу что апостолу Петру были даны ключи от Царствия Небесного но это не железный ключ там или какой-нибудь золотой нет дело не в этом это образ в чем заключалась эта возможность апостола Петра ввести того или иного человека в Царство Небесное открыть перед ним врата Царство Небесное в том что дальше Господь говорит то что здесь разрешишь будет разрешено на небе то что здесь свяжешь будет связано на небе и вот это и есть как раз ключи от Царства Небесного что может апостол а сейчас так как апостолы уже отошли ко Господу а их ученики это патриархи епископы и митрополиты и священники по благодати данной им от митрополитов и архиепископов что они могут здесь разрешить грехи разрешаются грехи твои чада на исповеди что они могут связать ну например таинство брака они связывают здесь две души человеческие в венчании и это связывается на небе и другие моменты связанные с таинствами с оборванием и прочими моментами которые также помогают человеку очиститься и спасти свою душу в вечности то есть вот что сокрыто за этим за этой фразой о ключах отца Царства Небесного поэтому без исповеди невозможно очистить свои грехи какие бы добрые дела человек не совершал кроме того даже Серафим Саровский говорил очень просто все добрые дела сделанные не во имя Господа Иисуса Христа они не имеют силы пред Богом только те добрые дела засчитываются человеку во спасение которые сделаны во имя Христа во имя спасения души пред Богом какие еще шаги должны быть то есть одной исповеди недостаточно чтобы человек исповедовался и все и ушел но действительно так многие говорят ну что же я вот грешу исповедуюсь грешу исповедуюсь грешу исповедуюсь и что нет этого недостаточно опять же опираясь даже на слова Серафима Саровского известнейшего нашего святого он говорит недостаточно получить благодать через таинство исповеди и причастие нужно научиться ее сохранять приумножать эту благодать потому что конечно же здесь мы должны вспомнить что Господь не только исповедь привнес покаяние привнес в этот мир но он же распявшись на кресте дал перед тем как распявшись на кресте дал тело и кровь в его воспоминания употребляемые и более того Господь сказал что кто не принимает да тело и кровь да прям с языка сняли тот кто не вкушает тело и крови моей жизни не имеет сказал Господь в Евангелии это прям цитата это не мои или там кого-то еще фантазии поэтому человек исповедавшись он должен причащаться он должен исполнять и эту заповедь Божию если Господь пострадал до смерти ради того чтобы дать тело и кровь нам свою как же мы будем от этого отказываться поэтому тот человек который говорит а я верую но в храм не хожу но там не причащаюсь не исповедуюсь а во что же ты веруешь это человек который ну не до конца честен даже пред собой не то что пред Богом то есть он говорит я верую но Бога не слушаюсь потому что если он верует то он должен исполнять то во что он верует а если он верует в Бога то он читает слова причащайся исповедуйся крестись это же Господь говорит постись ведь сам Господь постился 40 дней в пустыне а человек верующий по его словам но не постящийся он как он тоже значит не слушается Бога то есть вот этот конфликт внутренний конфликт в душе человеческой ведь он же раздирает душу на две части то есть здесь я верю здесь не верю но верю не знаю во что да и потом этот конфликт внутренний приходит к чему к тому что человек ну я да я думаю что какая-то сила есть то есть он даже от лица Божьего начинает отрекаться что нет у него лица есть какая-то сила есть какой-то там вот не знаю кто-то там над нами все-таки есть и что-то там как-то смотрит что-то управляет но кто никто не знает как эти люди для самоуспокоения говорят нет все известно есть совершенно четкое откровение божественной троицы да три лица ну как же у человека есть лицо а у Бога нет лица что ли как так может быть что у творения есть то чего нет у творца это совершенно неразумное рассуждение поэтому надо довершать свое сказанное слово что если я верю в Бога то я должен его и слушаться вот как разделять и кроме того вот этот момент про образ и подобие мы должны тоже в себе четко разложить по полочкам в своей голове образ нам дан просто от рождения мы так сказать здесь не трудились ничего не делали чтобы получить образ Божий внутри себя мы созданы по образу Божия что же такое подобие но если брать аналогии жизни вот родился у родителей ребенок в нем есть образ родительский то есть волосы глаза там лицо фигура они напоминают родителей где-то там на маму похож где-то на папу похож это образ который несет ребенок от своих родителей а что же такое подобие а подобие это поведение что ребенок должен уподобиться своим родителям в лучших качествах конечно же не в худших потому что иначе тогда ребенок пойдет куда в ад но у Господа худших качеств нет абсолютно правильно совершенно правильно так как Господь нам дает только хорошие только лучшие только высшие в духовном в человеческом в любых смыслах высшие то и мы должны уподобиться Богу в этих высших качествах и тогда образ заполнится подобием как ребенок уподобится своим родителям так и мы должны уподобиться своему Отцу Небесному вот это наш путь в этой жизни для этого мы здесь сюда рождены чтобы образ наполнить подобием у нас есть еще звонок телезрители пожалуйста говорите мы слушаем вас добрый вечер батюшка благословите Бог благословит добрый вечер чем крещенская вода отличается от святой воды которая почти всегда есть в храме спасибо Господи спасибо за вопрос но тоже актуальный на этой неделе мы как раз совершенно вот на днях освещали воду и освещали великим чином этот чин совершается единожды в год на крещение а чин малого освещения воды он может совершаться каждый день и это получается святая вода в храме освещается ее можно пить не натощак ее можно использовать для освещения тоже но та благодать то духовное наполнение которое дается крещенской воде она совершенно особенное оно дает этой воде особенную силу и поэтому мы ее пьем только натощак то есть мы с благоговением к крещенской воде относимся никакого чая никакого чая перед этим или кофе даже бывает я знаю случаи когда люди приходят к крещенскую воду кипятят ее там что-то с ней делают ну это да совсем грустное то есть это либо незнание либо маловерие не надо ничего делать она и так хранится десятилетиями если вы ее не оскверните какими-то поступками или каким-то там неблаговейным отношением к крещенской воде она стоит и ничего с ней не происходит она чистоте и в святости находятся многие-многие годы ничего с ней не происходит и употребляем мы ее не для того чтобы напиться это можно попить чай или кофе если ты жаждешь а для того чтобы осветить себя потому что та благодать которая дана особым чином великого освящения воды этой воде вы именно в день крещения духом святым она освящается настолько что через прикосновение к ней освящается все к чему она прикасается будь то человеческое естество или другие творения божие животные строения природа воды озер рек морей то есть все к чему прикасается крещенская вода все освящается и для этого мы собственно ей и пользуемся это величайшее оружие против бесовских сил это величайшее оружие против духовных всяких немощей слабостей если человек с верой и благоговением каждое утро натощак пьет поглоточку крещенской воды то у него все по-другому в жизни начинает происходить он себя укрепляет этой водой и защищает от нападок бесовских настолько что он может просто светиться то есть у него даже лицо меняется после восприятия этой крещенской воды для этого собственно Господь ее и даровал для освящения всей планеты земля ведь мы освещаем допустим источник в одной ну где-то ручеек или речку она впадает в другую реку та впадает в море соприкасаясь таким образом со всем земным океаном то есть освещаются все источники вот в этот в крещенский праздник и это надо совершенно четко понимать осознавать и стараться к ней относиться благоговейно потому что те кто ее пьют просто ой что-то пить захотелось раз попил а перед этим мясо поел там или еще там что-то супчику вода теряет свои свойства то есть и более того это уже грех получается это уже да такое святодатство то есть это грех нельзя крещенскую воду пить не натощак это церковь говорит и этому мы должны следовать отсекая своеволие отсекая свое мнение что а вот я считаю что это не так таким образом вы сами себя обрекаете на ошибку надо слушать ни в коем случае не выливать в какое-то нечистое место конечно же испортилось конечно же если вы вдруг ну вот увидели что что-то там такое подозрительное с водой произошло как вам кажется вылейте ее в чистое место в цветы полейте цветочки полейте там не знаю сад огород какие-то растения то есть но но не в канализацию не в какие-то нечистоты потому что в этом будет тоже грех и в этом надо будет обязательно исповедоваться если так совершилось это все грешно давайте с вами к действу перейдем вдруг кто-нибудь нас вот услышал и захочет исповедоваться причаститься что для этого нужно сделать ну для для нас конечно же вот те кто уже постоянно регулярно причащается но такой вопрос он обыденный естественно а что тут непонятно конечно надо попаститься конечно надо помолиться хотя многие те кто даже причащаются они не знают что нужно молитвы учитывать перед причастием да к сожалению на исповедь приходят люди спрашивающих так вы готовились да готовился молитвы читали нет а как же вы готовились ну я вот ничего не ел этого недостаточно то есть человек который желает принять в себя господа он в этот день должен первым что в него войдет это будет причастие он должен быть натощак нельзя кофе пить а некоторые говорят а я вот крещенской воды попил нельзя перед причастием даже крещенскую воду пить нельзя натощак абсолютно значит перед день перед этим а то и два и три дня надо конечно же попаститься потому что когда мы постимся мы борем свое естество плотское и ущемляем страсти которые в нем кипят которым мы привыкли мы же привыкли ублажать свое естество плотское а духовное забываем вот в эти дни можно сказать их святые дни подготовки к причастию мы должны все плотское отодвинуть мы должны читать молитвы покаянные три канончика акафист господа или богородицы прочитать три канона покаянных значит прочитать последователь ко святому причащению полностью вычитать его и придя в храм мы должны перед причастием обязательно исповедоваться опять же ситуации жизни подходит на причастие вот вдруг нестанется спрашиваешь а вы исповедовались они говорят нет ну нельзя причащаться без исповеди это опять же неподготовленный человек может так причащаться а некоторые там покурили то есть он подходит от него запах сигарет ну как ему причащаться тоже нельзя этого вот нельзя супружеских отношений иметь в дни подготовки к причастию вот эти все моменты отодвигая от нас все мирское плотское и греховное и страстное мы таким образом предвигаем к себе все духовное светлое чистое божественное нельзя это смешать ну как если в стакан чистой воды влить что-то другое то это уже не будет чистая вода то же самое и здесь мы не должны смешивать одно с другим мы должны это разделить хотя бы в эти 2-3 дня подготовки и причастия ну и после причастия мы также должны быть бдительными потому что после причастия достойного правильного причастия человек светится изнутри духовно освещен изнутри бесы это видят и завидуют и пытаются это отнять всячески эту величайшую благодать что они делают они пытаются различными искушениями там либо человек что-то скажет либо какое-то обстоятельство произойдет человеком чтобы он согрешил как можно быстрее и через грех благодать естественно потерял поэтому мы должны по слову того же Серафима Саровского хранить эту благодать бдительной как зенец у ока свою и приумножать каждое причастие все больше и больше благодать тогда будет накапливаться в душе как купец как человек который занимается прибыточеством таким он же сохраняет свое богатство он не разбрасывает его нет он его приумножает вот наше богатство можно сказать мы такие купцы духовного богатства мы должны его приумножать тогда от шага к шагу от причастия к причастию мы будем все больше и больше освещаться изнутри и облагодатствоваться у нас осталось совсем мало времени полторы-две минуты но для начала наверное что можно людям посоветовать кто только появилось желание пойти в церковь можно просто прийти на службу и с священником поговорить на исповедь сходить на исповедь подготовка не нужна ничего не нужно для исповеди просто покаянное состояние и осознание своих грехов на исповедь подходит человек ну сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой на исповедь подходим и с бумажкой на бумажке мы выписываем свои грехи которые вспомнили ну то что не вспомнили значит ничего страшного в следующий раз вспомните но на бумажке обязательно напишите священник прочитает эти грехи прочитает над вами молитву может быть какие-то вопросы задаст еще наводящие и таким образом это с вас снимется вот с этого начните а дальше уже шаг за шагом вы будете двигаться в духовном росте и от силы в силу будете возрастать да и не забываем про маски бережем наших батюшек да и это очень важно потому что не так много батюшек чтобы их заражать потому что прокатилась вот эта волна в том числе и по священникам вы сами знаете многие пострадали даже и умерли некоторые батюшки от ковида это очень грустно и среди моих знакомых тоже есть такие умершие да будем беречь друг друга благодарим батюшку что вы к нам сегодня приехали приезжайте еще мы рады вас спасибо господи еще раз с праздниками помоги вам всем господи и здоровья вам на сегодня это все мира, любви и терпения до свидания до свидания